Всем доброе утро. Проснулись мы с Кристиной. Сразу вышли в магазин. Я ее не могу найти. Опять большая спешка, потому что мне нужно уезжать сейчас в Барселону опять на работу. Не успел разложить даже вещи и опять нужно ехать. Да, Кристюшка? Что ты? Кефир купила или что? Ну да, надо купить что-нибудь из продуктов, потому что у нас вообще просто... Ну да, ну давай быстренько, а то мне уже надо шлеп-шлеп делать. А где-то кефир взял, а я еще один в дороге поем евро. Позавтракаем. Это? Не, вот это йогурт или что-то? Это йогурт, да. Вот кефирчик. А сколько он тут стоит? Евро 70? Серьезно? Офигеть, я только что понял, что в спаре два раза все дороже. Кефир я обычно беру в Lidl и там он стоит 70 центов, а тут он евро 70. То есть два раза в е. Что за прикол? Приехал уже обратно в Барселону на свою съемку, буду снимать квартиру. И после этого мне нужно будет еще сгонять в моторо, потому что вчера я забыл кое-какие вещи с аппаратуры. И, конечно, где-то лишний час уйдет на это, блин, но в любом случае мне эта штука нужна, важна она, в общем. Сейчас мы находимся в столовой части этого большого пространства. Этот стол такой очень качественный, качественного материала стол. Тактильно приятно и выглядит очень эстетично на 8 человек. Отсюда мы можем постепенно попасть в зону для отдыха. Здесь еще большее пространство для большего количества человек. Уже 6.30 вечера, почти 7, я закончил свою работу. Забрал те вещи, которые я забыл на вчерашней съемке. И уже направляюсь в Саллоу Кристине. Хочу заехать еще в Лидл, чтобы купить какой-то ужин для себя. Потому что сегодня я ел только кефир и печеньки, которые у меня еще остались. Может, сейчас тоже куплю кефира и еще что-то. Не знаю, что-то не особо получается нормально питаться в данное время. Кстати, интересная информация. То, что вот я вчера узнал, что открыли Украину. И что с 27 июля люди могут сюда приезжать, по-моему, ну, если у вас есть ПЦРК-тест, если он так называется, либо вакцина, потому что украинская вакцина, она признается в Европе. Так что вот такие вот новости. Ну что, я сделал закупку на 8 евро. Купил кефира, опять же. Кстати, кефир стоит все-таки не 69 центов, или сколько там было, а евро 55. Значит, в спаре нашем на 20 центов дороже он. Ну, в принципе, не такая большая разница. Я только подумал, что в три раза. Я думаю, что себе в спар нормальный навар делать. Так что купил я ужин на 8 евро. В него входит еще салат Цезарь и какие-то вот вот приветки взял. Не знаю, они как-то меня соблазнили. Смотрите, как они выглядят. Может, кто не голодный, это не очень аппетитно смотрится. Но я в голодном состоянии, увидев это, просто нереально захотел попробовать. Так что давайте заценим эти кривитули. 5.19.25. Оба раза проиграли. Значит, мы не победили ни разу. Уже почти 10 часов вечера, и я вот только вернулся в Салоу. Блин, когда выезжаю на работу в Барселону, проходит просто целый день. Смотрите, видно отсюда Порт-Авентуру, горку ФРА. Классный этот райончик, тут много домов частных. И отсюда к моему дому идти минут 15. Видите, сколько машин, потому что вот все приезжают на выходные в Салоу. Испанцы, и капец, паркинг просто не найдешь. Еще нужно тратить минут 15-20, чтоб найти место. Привет, сели с Кристиной пообедать. Вот, Кристина сделала такие спагетти. Смотрите, прям вот это, я понимаю, в обед нужно есть. Такую спагетти съешь, и будешь целый день сытым. Я планирую еще дальше продолжать работать за компьютером, монтировать видосы, которые мне нужно будет, ну, уже нужно отдать. И хотим пойти на море, вот когда сейчас жара спадет. Буквально еще немного можно подождать, где-то к часам к пяти, и думаем выйти вот на море. Только не знаю, куда пойдем. Может, пойдем на то место как раз, где, помнишь, Саша тебе снимал видео? Угу. Да? Пешком можно дойти туда, в принципе. Угу. У нас стала пасмурная погода, и мы с Кристиной никак не могли решить, идти на море или нет. И в итоге вроде как не идем, но взяли с собой плавки и купальни. Пока я был на работе, Кристина узнавала новую полезную информацию о ребенке, и что она прикольно мне рассказала, то что на второй день, получается, ребенок может сильно очень плакать часто, да? Угу. И некоторые об этом не знают и пугаются. Угу. Оказывается, все, потому что он хочет есть очень часто. Угу. 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 Ужелудочек у ребенка маленький. Ну, то есть не молоко, а молозиво, потому что молока еще нет в первые дни. Угу. Угу. Многие паникуют, потому что моя мама говорила, что она даже просила смесь, потому что думают, что ребенок не накормлен. Угу. 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 больше ну интересно все рассказывать на курсах и такие нюансики маленькие но даже моя мама у которой трое детей не знает и паникует очень полезно когда ты знаешь что может произойти и если бы конечно мы не были к этому готовы то у нас бы паника потому что постоянно ребенок выплакал так на курсах все это говорят ну да да может что-то там с ним случилось или болит что-то на общем интересное интересно то что тут все так продумано найти курсах и большой опыт встретились мы с дианой и решили пойти все на море все кстати встретились в таком баре где нормально делают кофе я как это так нашла такой бар хороший он сам меня нашел ну да дом через дорогу принципе ну это любимое место андрея он же тут раньше жил и он знает уже он такой пришел очень жарко хочется искупаться именно душно до грибки грибки не это зато если будет завтра глаза будет все мои планы вот когда у меня выходной блин гроза вот что завода пока я сделала выходной никого не взяла я сказала все у меня завтра у тебя завтра гроза до гроза думаю пойду искупаясь по загора но сейчас можно кстати классная быть море может быть а вы где хотите на байларге или кстати я знаю там такой мини пляжик прикольненький ходить только нужно чуть-чуть ну там короче такая прямо поединененько все это красиво ну смотри щас диана цунами задавит диана цунами смотри диан опять смотри поплыла поплыла ну да чё кайфаешь прям на фоне радости смотри как класс ну что кристин как водичка хорошо вкус поплавок нормально за буйки не заплывала такой тяж буйок вернулись мы в то место где встретились дианкой мы тут кстати оставили наши вещи которые кристина мама передала и заказали себе немножко перекусить кстати тут такие чистые бокалы и вы на удивление в барах еще не видел смотрите какой он кристально чистый вы даже от кристину на вода кристин топ салат что вкусно значит ты говоришь то что соус прикольный это тоже попробовать кебаб тут просто топчик еще и картошку принесли прямо как с макдональдс сделал да очень круто кипа и когда купались я на телефон снял видосик кого-то мой спасатели малюбурно прикольно такой получился знаю можно выставить его отдельно вот смотрите как мы такие летим я бегу только оп с бороды сейчас капельки смотрите у а прям взлетели хорошо так диана такая оп-оп-оп и бегемотик кристины сейчас появляется такая бульк вообще ставчик зашли с кристиной в лидл делаем закупку хотели купить сейчас светильника ночник но что-то тут уже нету но я его видела раньше ну да аж так возможно тут уже кристину купила разные решки овощи и фрукты немного ягоды и я собрался сходить на падал вечернюю партию но сначала нужно завести кристину со всеми продуктами чтобы уже было что-то у нас по ездил ты кстати не забыла купить вот этот соус который тебе понравился для кольцоц помнишь мы с салатом ели вкусный или там много сахара тоже но он обычно там где кольцоц сказал тот человек кто ест много сладкого но я сейчас постараюсь сделать месяц без сладкого и не буду ничего покупать такого на вредно так что вот такой у меня план что реально переелого что-то за наших путешествий закончилась моя игра в падал и кстати шел очень сильный ливень все-таки у нас гроза началась и блин я думала сейчас смоет нафиг нас хочу заехать к русланчику забрать автокресло которое должен был я еще забрать очень давно позвоню этот раз этот дождь был конкретный просто более но воняя сейчас знатно как это запах офигеть смотрите какой был потоп то что даже мусорки поплыли вообще неожиданно то что настолько все серьезно дима пришел спадали а я была дома и вы не поверите я просто была в шоке какой ливень был на улице это было что-то нереальное мне даже стало в какой-то момент страшно потому что прям вода лилась из неба как я не знаю что как из ведра и за несколько секунд просто заполнилась вся улица водой машины просто плыли люди все мокрые спрятались у нас там под козырьком я наблюдала за этим зрелищем ветер был очень сильный и гроза о зрелище конечно очень круто и после этого стало очень свежо так что круто я приготовила ужин так что у нас сейчас будет романтический ужин такие вот креветки салат авокадо тостик так что на этом закончим наш влог у нас будет романтический ужин и все всем пока и 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 ус и и и Субтитры сделал DimaTorzok